Ну что, всем огромный-огромный привет, мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал. Меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами сделаем вместе вот такой вот макияж с моими новиночками от Catrice и не только. Если вам это интересно, то, пожалуйста, продолжайте меня смотреть. Первое, о чем я вам расскажу, это у меня появился уход от Catrice. Да еще не простой уход, а кислотный. Что может быть лучше, когда у нас близится осень, когда я огромный любитель кислот. И вообще с уходом от Catrice я еще не знакома. Когда увидела его в посылочке, была несказана, несказана рано. Первое, что у меня появилось, это вот такой вот пилинг энд тонер 2 в 1. Здесь, кстати, всего лишь 100 мл, хватит его ненадолго, поэтому я его откладывать в долгий ящик не буду. В запасы буду сейчас использовать как раз уже начиная с конца лета, начала осени, когда у нас уже не такое активное солнышко. Я буду его с огромным удовольствием использовать. Я уже его тестировала не один раз, и с утра наношу SPF, и все, слава богу, отлично. Мне понравилось, что у него веганская формула, что здесь нет алкоголя. И производится он, кстати, в Австрии, представляете, в Австрии. По крайней мере, мне пришла такая версия. Из кислот здесь у нас имеются BHA кислоты, АХ кислоты, как это так, салициловая кислота из BHA кислот, и из АХ кислот манделик. Какая-то кислота, не знаю, что это такое. В общем, тоник легкий, он как водичка. Пахнет он довольно приятно какими-то фруктами. И что мне понравилось, что он как бы подсвечивает лицо. Он напомнил мне тоник пилинг от Pixi. У меня такой был, в маленькой упаковочке. Тоже, кстати, похож и по упаковке, и по дизайну, и по эффекту тоже. Потому что он выравнивает тон кожи, когда используешь его, часто какие-то отшелушения он убирает и выравнивает тон кожи. Вот, поэтому какое-то подсвечивание, выравнивание кожи, что еще нужно от такого тоника пилинга. Но, конечно, цена у него далеко не бюджетная. Я прогуглила, думаю, сколько же он интересно стоит. И посмотрела, да-да-да, как-то не бюджетно совсем стоит косметика Катрис уходовая, я имею в виду. Поэтому попробовать было вдвойне интересно, потому что сама бы я себе вряд ли ее позволила. Следующая, также кислотная, это у меня Energy Boost Serum. Вообще у них есть огромное количество разных сывороток. И мне досталось с 7% комплексом имбиря. Это подсвечивающая энергетическая сыворотка также. Это сыворотка для усталой тусклой кожи с 7% комплексом на основе имбирного корня, гиалуронной кислотой и ПХА. В общем, она делает кожу свежей, сияющей, здоровой. Как раз самое то после вот этого вот тонера, пилингующего, когда наношу эту сыворотку, опять же, подсвечивающую, пилингующую слегка. И делаю обязательно массаж. Массаж различными массажерами для того, чтобы это все глубже проникло в слои кожи. Вот, поэтому классная вещь. У него удобная пипеточка вот такой вот мутного цвета. Гель. Пахнет тоже приятно какой-то, какими-то фруктиками. И она гелевая. Впитывается, ну, не так уж, что быстро. Нужно минут 5, наверное, дать точно. На впитывание кожи. И мне понравилось, что потом не остается никакой липкости. Я наношу дальше вот такую вот красивую ночную масочку. В общем, все три средства подходят как раз для ночного ухода. Именно на ночь. Потому что они все для более здоровой кожи, для подсвечивания и для того, чтобы сделать кожу более молодой. Вот. И вот эта вот у меня масочка ночная. Гидро Овернайт маска называется. Пятипроцентный сквалан содержит себя. Это гелевая такая типичная маска. Вот такого цвета. Она красивая. Пахнет морской какой-то такой аромат у нее. Как и положено такому цвету. Соответствует морскому. В общем, здесь у меня всего лишь 20 миллилитров. Хватит ее ненадолго. Но попробовать, конечно, интересно. Тоже, кстати, совсем не бюджетная вещь. Помимо сквалана, она содержит также эстракта алоэ и витамин С. В общем, наношу ее плотным густым слоем. Она довольно, кстати, плотная. И нужно ей дать время, чтобы впитаться. Я не люблю, когда я прилипаю к подушке потом после того, как нанесу ночную маску. Поэтому нужно носить это за час до сна. Тогда она более-менее впитывается и остатки уже промокаю салфеткой бумагой. И маска обеспечивает долговременное увлажнение. Она восстанавливает водный баланс. И на утро, когда я просыпаюсь, уже лицо такое более похоженое, увлажненное, напитанное. И благодаря вот этим вот кислотам, которые я наношу перед маской, какой-то более здоровый цвет лица появляется. И тусклой кожи как будто и нет, так скажем. Такая более отдохнувшая, как после отпуска. И она очень хорошо еще также подходит в холодное время зимой от пересыхания. То есть для более глубокого увлажнения кожи. Поэтому вот такая вот прикольная масочка. Мне она тоже понравилась. Вообще было интересно познакомиться с ходом от Catrice. Ну и сейчас приступим к макияжу, который, собственно, у меня на лице. Так, ну и приступим к макияжу лица. У меня еще пока такие влажные волосы. Я их немножко попозже посушу. Пусть они чуть-чуть подсохнут, собственно, под воздействием воздуха без фена пока. Итак, есть у меня два вот таких вот средства для губ. Первое это блеск для губ и второе масло. Масло я нанесу попозже, пока вам расскажу про блеск. Это типичный блеск с перцем для увеличения губ. Значит, он имеет такой хороший плоский спонжик. Сам по себе у меня в оттеночке 0,20 Ginger Shot, то есть имбирный шот. И это блеск, который придает легкое освещение. Он практически незаметен на губах. Он пахнет имбирем. Прям, да, такой имбирный запах. И выглядит следующим образом. Просто слегка подсвечивает губы. При нанесении, после нанесения он сразу же начинает жечь или покалывать губы, так скажем. Я не скажу, что большой любитель таких средств, которые увеличивают губы, потому что с губами у меня, слава богу, проблем особых нет. И я такие средства не очень люблю. Но те, кто любит увеличивающий объем губы блески, то в принципе он неплох, довольно комфортен на губах. И вот этот эффект охлаждающий, он остается где-то около часа, довольно долго. Я его как-то тестировала, дома ходила с ним, прям долго ощущается на губах. И мне кажется, действительно придает какой-то объем губам. Блеск имеет гелевую текстуру и очень приятный вот этот сладковатый аромат имбиря. Прямо долгое время ощущается, он витает вокруг лица. Он не полосит, не плешивит, довольно симпатично смотрится. И сохраняет довольно неплохую стойкость. Пока ты не попьешь кофе, он не исчезнет совершенно до обеда. Поэтому для любителей блеска советую присмотреться к такому интересному блеску. Но второе масло мне понравилось чуть-чуть больше, потому что оно такое, как я люблю, с проявляющим эффектом. Сейчас я сотру это. Выглядит эта масляца очень симпатично. Посмотрите, какая красота. У меня это в самом светлом оттеночке 010 Frozen Sugar. То есть морозный сахар. Есть в более красном оттенке, я видела. И судя по его кисточке, видно, что оно проявляющееся. То есть в зависимости от вашего пигмента губ, оно будет у всех выглядеть по-разному. Спонжик стандартный. Пахнет очень приятненько, тоже какими-то конфетками. Я чуть-чуть нанесла карандаш. Кстати, это масло блеск предыдущий стерла, а охлаждение губ осталось. Конечно, оно придает легкий-легкий оттеночек, практически незаметный. На губах. Напомнила, это масло мне такое голубое от Вперлик. Проявляющееся масло, которое лимитка этого лета. Оно мне тоже очень нравится. Я его отдала дочке, и она с огромным удовольствием использует. Маслица это я тоже тестирую уже, наверное, с неделю. На ночь наношу его на губы. Оно тоже очень комфортное на губах. Оно не растекается. Оно имеет хорошие ухаживающие свойства. Хорошо увлажняет, питает губки. И при этом остается пигмент. Потом, когда уходит уже, легкий пигмент все-таки на губах остается. Очень комфортное. И здесь, кстати, огромное количество масел. И гиалуроновая кислота, и масло жажоба, авокадо, кокоса и так далее. В общем, очень красивое такое маслице. Очень рада, что оно у меня теперь будет. Ну и приступим к макияжу лица. Первое, с чего я начну, это вот такой вот будет праймер. Праймер вот таким вот образом выглядит. Инстабрайт серум праймер. Я когда его увидела, сначала не поняла, что это такое. Тут вообще по-русски ни слова нет. И, кстати, производство. Это у меня все загранично. Вот практически все средства, все делаются в разных... Made in Luxembourg, например, вот это масло для губ. То есть в России ничего не производится. Вот этот в Франкфурте. Представляете, сколько производства Катрис по миру. А этот Made in Italy. Ну вот большая часть косметики сделана в Италии именно. Вот это праймер подсвечивающий. Я не скажу, что я очень люблю такие подсвечивающие праймеры. Но вообще я любитель разного вида праймеров. Поэтому я, в принципе, была рада, когда он появился. К тому же он тонирующий. То есть он с цветом идет. И в нем ровное количество шиммеров, перламутра. Посмотрите, как он переливается, этот праймер. Его добавляют в качестве подсвечивания лица. Можно смешивать с тональным кремом. Можно наносить отдельно. Я его нанесу отдельно, просто в качестве подсвечивания. Посмотрите, как будет блестеть лицо. Я блещу, как новогодняя елка. Конечно, так отдельно его не поносишь. Потому что блеск, конечно, нереальный. И непонятно, жирный это блеск или блеск перламутра. Он хорошо распределяется по лицу. Разносится без труда. И неплохо выравнивает тон кожи, текстуру. И подготавливает к тональному крему. И появляется такой, какой-то свежий, более бодрый вид. Благодаря этому праймеру. Он не проваливается в поры. Я его тестирую уже около недели. И не забивает поры. Что самое главное, не вызывает каких-то комедонов. Он не сушит кожу, не вызывает воспалений. И не подчеркивает шелушения, если они имеются. Сейчас, слава богу, у меня их нет. Кстати, у него вполне неплохой состав. 98% здесь натуральных составов. Натуральных компонентов. Он довольно стойкий. Он никуда не стекает, не исчезает. Даже я его носила в нашу 35-градусную жару. Так, и вот такой вот праймер Good Bye Pore, который у меня есть. Также от Catrice. Он у меня уже давненько. Хотя тоже сделан был в Италии. Это вот мой любимый силиконовый праймер. Вот такой вот он беленький. Я его наношу на мимические морщинки от глаза. Для того, чтобы консилер никуда не забивался. Так, тональника никакого у меня от Catrice нет. Сейчас я нанесу тональную основу, оформлю брови и верну. Так, нанесла мой любимый тон коллаген. Но для меня он сейчас светловат. Я в него все равно добавляю капельку темного тональника. Все-таки я еще до сих пор загорелая. И совсем забыла вам показать, что у меня есть новый консилер. Конечно, он не от Catrice, но от Stellar. Я его не так давно купила. В третьем оттеночке, по идее, он натуральный беш. Называется Выбирала. Выбирала. В итоге остановилась на этом. Кстати, у него такой большой спонжик. Ну и по цвету сейчас он мне несколько светловат. Надо было брать все-таки самый темный. Хотя я четверку потестила. Мне показалось, что он прям совсем-совсем темный. Но нет, надо было брать его. Консилер нанесу также, как базу под тени. Для экономии времени. Консилер мне понравился. Он довольно плотный. Он не сбивается никуда. Ну, правда, я наношу базу, как Вы видели. И мне понравилось, что он очень хорошо высветляет область вокруг глаз. И в качестве базы под тени тоже, кстати, действует неплохо. Я не первый раз его так наношу. Хорошо скрывает темные круги под глазами. Не сушит область вокруг глаз. В общем, по пигментации, по текстуре он мне очень понравился. И спонжик удобный. В общем, не зря на него были хорошие отзывы. И сейчас, кстати, на него хорошая скидка в магнит косметик. Поэтому берите, берите. Если Вам нужен хороший, недорогой консилер, я взяла его... Сколько же я его взяла? Не знаю, не помню. Но недорого. И тем более сейчас идет 40% скидки. Так, следующее, что у меня есть, это вот такая вот пудра. Она также идет из серии Clean ID. И у меня в 0,25 оттенке Worm Perse. Беш, перс, перс. Короче, какой-то персик. Я рада, что он у меня не в самом светлом оттенке, как обычно. Я, вообще-то, последнее время использую пудры исключительно рассыпчатые. Я дома так чуть-чуть припудриваюсь и все. И потом пользуюсь только матирующими салфетками на работе и вне дома. Вот. Но такую пудру мне тоже интересно попробовать. У нее такая удобная. У нее такая классная картонная упаковочка стильная. Вот. И сама пудра очень шелковистая, тонкого помола. Вот так она выглядит. Посмотрите. Даже, конечно, она мне светловато, но при этом она совершенно не выбеливает лицо. Вот. Мне понравилось, как она скрывает поры и матирует лицо хорошо, не создавая при этом эффекта персика. То есть никаких волосков она не подчеркивает, шелушения, ничего. Смотрите, какое красивое ровное покрытие создается на лице. Очень классная пудрочка. Буду с огромным удовольствием ее пользоваться. Она, кстати, ничем совершенно не пахнет. Мелкий помол. И классно работает на лице. Вот. Поэтому пудру могу посоветовать. Действительно отличная. Так. Следующее, что у меня есть, это... А. Тоже из новиночек. Не катрисовских. Это вот такой вот корректор. От Belor Design. Я заказала его на Белорис. Ой, на Валберис. После хороших отзывов Наталии. Беларусь. Она его очень сильно хвалила. Думаю, возьму. Он стоит очень бюджетно. И это у меня в 21-м оттенке. Я вообще огромный любитель вот таких именно кремовых контуров. Я люблю ими даже в обычный день. Даже не для съемки видео. Я люблю вот так вот корректировать мой широкий нос. Картошку. Которую я с детства не люблю. Но у которого некуда деться. Тон 21, кстати, очень хорошо подходит мне. Он создает такую естественную тень. Грязи никакой не создает. Очень хорошо он тушуется. Посмотрите, какой получается более-менее аккуратный носик. Также я контурирую щеки, которые у меня довольно пухлые. Ну и контур лица. Вот так вот. Он действительно мягкий. Хорошо тушуется. Мне кажется, что тень получается вполне такая естественная. Довольно хороший контур создается. И лицо как-то немножко более-менее сужается. Надо, кстати, это все было, конечно, до того, как я нанесла пудру. Но у меня тут есть немножко пудра. Получается вполне неплохо. Мне нравится. В общем, хороший консилер. Ой, хороший контур кремовый. Стоит бюджетно. И, в принципе, я рада, что теперь он у меня есть. У меня, конечно, от Lamelle хороший тоже есть контур. Но попробовать было интересно. Так, я посушила волосы уже. Оформила брови более-менее. И в следующей на повестке дня у нас вот такая вот красивая палетка. Mouth Catrice Cosmetics The Nude. У меня есть похожая такая. Уже подходит к концу. Я вообще огромный любитель вот таких вот красивых нюдовых цветов. Я думаю, что все любят их. А тут еще, к тому же, еще есть такой красивый серый цвет. Я обожаю такие цвета. Он не темно-коричневый, а именно темно-серый. И вообще здесь такие от кофейного до кремового. Он похож очень вот на вот эту палетку. Ой, какая она чулазая. Вот на вот эту палетку от Essence, которая у меня уже 300 лет в обед. И которую я уже практически добила. Посмотрите. Все я закончила. Осталось только два цвета. Надо, кстати, ее добить, да, уже освободить место для вот этой палетки. Так вот. Цвета здесь классные. Здесь есть базовый оттенок. Вот такой вот нежный. Бежевый, без шиммера. И есть хайлайтер. Хайлайтер красивый, яркий, кстати, какой пигментированный. Очень красиво подсвечивает. Вот так смотрится. Ну и цвета. Здесь только два сатиновых оттенка. Остальные все матовые. Значит, сатиновый вот такой вот цвет розового шампанского. И второй бордовый какой-то вот такие. Два шиммерных оттенка сатиновых даже. Больше, чем шиммерных. А остальные очень красивые матовые оттенки. Причем, посмотрите, какая пигментация. Пигментация шикарнейшая. Просто шикарнейшая. Сейчас я покажу вам, как они смотрятся. Смотрите, вот это матовые оттенки. Пигментация прямо на уровне. Действительно на уровне. Вообще у Катрис оттенки, у Катриса тени достойные. Я думаю, что все с ними знакомы. Ну и вот этот самый красивый серо-черный оттенок, которым можно рисовать стрелочку. Смотрите, как выглядит. Шикарный, я считаю. Я считаю, прям классные оттеночки. Круто смотрятся. В общем, я очень-очень довольна. Палеткой можно создать как дневной макияж, так и более вечерний. Значит, я сейчас нанесу вот такой вот красивый кофейный оттеночек. На все веко. Цвет такого легкого смоки кофейного. На каждый день я такое очень-очень люблю. Ну и, конечно, сейчас вот этим вот серо-черным оттеночком сделаем уголок. Вот так вот получается. Так, в принципе, можно на каждый день делать быстрый-быстрый макияж. Я добавлю немножко яркого акцента в виде вот этого вот красивого бордового оттеночка. Вот сюда вот складочку. Вот так вот уже получается более интереснее. Так, хайлайтер нанесем на соответствующие места. Хайлайтер, как я уже сказала, очень пигментированный. Посмотрите, какой сияющий. Даже не скажешь, что это бюджетная палетка. Мне нравится, как это смотрится. Ну и немножко придам праздничности этому макияжу. Вот этим вот красивым оттеночком розового шампанского. Слегка на серединку века. Пальчиком. Ну вот, как-то так получается. Мне нравится очень, как смотрятся эти тени. Качество, конечно, у них шикарно. Я очень-очень ими довольна. Поэтому, кто ищет хорошую базовую палетку на каждый день, могу ее посоветовать. И такой вариант макияжа я буду делать довольно часто. Так, следующее, что у меня есть, это вот такая вот подводка. Estee Wash Off Power Hold. В общем, вот такая вот красивая голубого цвета. Такие подводки любит моя дочка. Я 100% отдам ей. Я больше люблю подводки фломастеры. Потому что я такими подводками пачкаю ресницы всегда. Не знаю почему. Она хорошо рисует. Она довольно тоненькая. Вот, ну, если вот начинаешь ей долго вести, она уже исчезает. Ее нужно постоянно обновлять. В общем, я мучаюсь обычно с такими подводками. Но попробую в качестве эксперимента все-таки сделать сейчас стрелочки. Когда уже сделаю, тогда уже к вам вернусь. На камеру это делать просто нередко. Так, вот такие вот у меня получили стрелочки с этой подводкой. Подводка классная. Кто любит такие именно в упаковке, в такой подводке, то я думаю, что они вам понравятся. Даже я со своим неумением и то хорошо нарисовала стрелочки. Буквально с первого раза провела. И практически не испачкала ресницы, что для меня уже рекорд. Обычно у меня сложновато с этим. Вот такие вот получились ровные, красивые стрелочки, я считаю. В общем, достойная подводка. Да, она меня приятно удивила. Хотя, я повторю, что я не любитель таких подводок. И вот такая тушь у меня есть. Очень красивая, яркая упаковка. Она называется Lift Up Lush Lift Techno. В общем, какая-то новая. Объем и удлинение заявлено. Как у нее силиконовая щеточка, как я люблю. Вот такая вот большая, пушистая. Похожая на Super Shock от Avon. Почему-то я все сравниваю с этим. Хотя и у Faberlic есть такие щеточки. Вот, я люблю щеточки поменьше, потому что такими я обычно пачкаю века. Но эта тушь мне понравилась тем, что она придает действительно хороший объем. Вот объем она действительно дает классный. Удлинение тоже довольно неплохое. Сейчас я нарисую ею. Вот такие вот у меня получились реснички. Довольно объемные, пушистые. Но не скажу, что она прям сильно удлиняет. И когда начинаешь наслаивать, она их немножко все-таки подсклеивает. Вот, поэтому сильно наслаивать ее не получится. Вот я сделала два слоя. Пыталась сделать третий, но они начали немножко склеиваться. Поэтому, думаю, двух слоек будет достаточно. Вот, а так, в целом, мне такие туши нравятся. Буду с удовольствием пользоваться. Но не скажу, что она будет у меня в любимочках. Так, и последнее. Это у меня есть две помадки в таких вот красивых картонных упаковках. Сильных. Такие же, как кожа по упаковке на пудра. Клина Иди тоже серия. Вот. И у меня есть матовая помада. И вот такая вот увлажняющая. В таком красивом сиреневом оттеночке. Сейчас я сотру масло для губ. В общем, помада эта сатиновая. Такого вот красивого лилово-сиреневого оттеночка, как я люблю. Смотрите, какая красота. Она увлажняющая. Комфортная очень на губах. Она не скатывается в белую полоску. Я уже ее довольно долго носила. И она больше как бальзам-блеск, чем как помада. То, что она дает очень-очень увлажняющую питательную текстуру. Но такой легкий-легкий блеск на губах. Я, надо признаться, такие не очень люблю. Но так вот, если бросить сумочку, быстро надо подправить, не глядя на себя, то, конечно, такие вещи просто незаменимы. В целом прикольная. И вторая помадка уже такая, 30-я у меня нюд блажь. Сатиновая тоже она, но в упаковке выглядит как матовая. Я когда открыла, думала, о, класс, матовая помадка. Но нет, когда наносишь на губы, это прям нюд-нюд. Ее практически не видно. Она немножко выбеливает губы. Я такое не очень люблю, честно говоря. Но на губах очень комфортная, очень питательная, увлажняющая. Ну и выглядит она как обычный нюд. Вот такая вот интересная помадка. Вот такой вот у меня получился макияж с моими новинками от Катриса и не только. Надеюсь, вам он понравился. Обязательно пишите свое мнение об этих продуктах. Может быть, что-то из этого у вас было, что-то, может быть, заинтересовало. Очень жду ваших лайков. Подписывайтесь и комментарии пишите. Мне очень нужна ваша поддержка. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.